Привет, друзья! Мы приехали с вами в один из самых красивых пляжей Анталии. Это пляж Сарасу. Как вы знаете, в Анталии три основных больших пляжа. Это пляж Кони-Алте, пляж Лара и Сарасу. Пляж Сарасу находится в районе, одноименном районе, в районе Сарасу, который находится практически на выезде из Анталии в сторону Кемеры. Наверняка, если вы бывали в Кемере, вы уже проезжали, наверное, через это место. Здесь прямо выход, выезд прямо из Анталии. Это самый дальний угол, если смотреть по карте. Это на самом деле не просто пляж, но и такое излюбленное горожанами, Анталиицами, место для отдыха, для воскресного отдыха. Здесь, наряду с тем, что здесь можно искупаться, наряду с тем, что здесь такое красивое место, здесь же имеется еще и канатная дорога. Телеферик называется. Если так набрать в Яндекс.Картах, можно найти вдалеке, только можно увидеть эту канатную дорогу. Видите, вот там чуть-чуть поднимается, чуть-чуть видно, как поднимаются люди. И также здесь же можно сделать шашлыки. Здесь есть оснащенные специально уж такие места, где можно это все провести свой отдых полноценным образом. Здесь же есть и бесплатные туалеты организованы, все очистится, есть контейнера для мусора. Ну, как бы все организовано для народу. Пешком здесь можно заходить, если вы на автобусе приехали, например, вы можете зайти сюда совершенно бесплатно. А если на машине приехали, вот на сегодняшний день въезд стоит 35 лир на машину. От количества человек не зависит. Ну, давайте, вот прямо здесь есть и кафешка, есть... Ну, кафешка, конечно, так, если вы забыли с собой поднести что-то или времени не было, тогда можно перекусить. Это уж такая пляжная кафешка с пляжными ценами, скажем так. Очень много народу здесь, автомобилей очень много. Давайте сейчас пройдем даже вот поближе к самой, к самому морю. Ну, соответственно, это автопарковка. Она далеко не полная, места еще полно. Больше народу припарковали свои автомобили в лесочке, такой сосновый здесь лес, с очень такими приятненькими соснами. По-турецки, чам в переводе сосна обозначает. Вот, и сама тропиночка, которая ведет нас к пляжу. Вот прямо на пляже есть такая кафешка. Здесь можно перекусить, можно также купить пляжные принадлежности. Вот видите, здесь что тут? Лавки, всякие детские игрушки. Вода, конечно же, есть в большом количестве. Наряду с едой я имею в виду. А также многие приезжают сюда, чтобы делать шашлыки, поэтому есть вот поджигалка для шашлыков. Примерно так. Вот все для того, чтобы люди могли полноценно здесь отдохнуть. Раздевалки тоже, это все бесплатно. Душ, вот видите, впереди, сейчас поближе подойдем. И вот, соответственно, мы уже подошли к самому морю. Если брать пляж Кунь-Ялты, вот эти горы, они видны там издалека вообще. А здесь мы уже прямо около этих гор находимся. Видите? А там впереди это выезд в Кемер. И вот известный всем остров, остров Черепашка, так его называют сам пляж. Здесь вода чуть-чуть менее волнистая, как бы волны здесь чуть-чуть пониже, чем в основном пляже Кунь-Ялты. Потому что здесь такой волнорез стоит и такой заливчик, скажем так. А так качество воды вполне хорошее. Здесь рыбок побольше, чем там. Видимо, так как народу меньше, здесь более дикое место считается, поэтому так. А песок, вот такая вот мелкая галька. Вот она, ближе к самому морю, более крупный. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот. Не знаю, кому как, мне вполне комфортно. Я до пляжа дошел вот в таких вот сексуальных тапочках. А так люди в основном босиком ходят. Такой нужды, чтобы одевать специальную защитную обувь. Такой нужды нет. Здесь иногда проезжают пиратские корабли, так называемые. А также здесь рядом находится крупный порт, таможня Антарии. И поэтому здесь зачастую можно увидеть вот такие большие корабли. Смотрите. Ну вот мы сейчас на самом пляже. Давайте будем любоваться видами, такими красивыми. И, конечно же, купаться. Попробуем зайти в море. Сегодня уже почти середина октября. Вода отличная, вода теплая. Вот она какая прозрачная. Здесь ближе к концу сезона размножается и становится много рыбок, которые покусывают. Они мелкие такие и немножко кусают за ногу. Это нисколько не мешает купанию. Ну, просто надо знать, надо принять это как факт. Зачастую такие рыбки здесь есть. Флаг разрешает купанию. Как видите, он желто-красный. Если желто-красный, то купаться можно. Если флаг красный, то купаться, значит, нельзя. Это не то, что такой вот закон. А просто администрация уже не несет никакой ответственности. Как бы ответственность вы берете в этом случае на себя, если флаг красный. Если желтый, то, как правило, должен быть спасатель. Вот он вот сидит сзади. Это немножко безопаснее, считается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья, мы искупались. Сейчас сильно проголодались и с большим трудом нашли себе стол. Здесь сегодня воскресенье, самый такой пик сезона, можно сказать. Не так жарко днем, поэтому народу полно. Все столы, посмотрите, вот вокруг все столы, они практически на 100%, на 200% заняты. Мы долго искали свободный стол, и еле-еле один столик мы нашли. А вот как раз с мангалами, я думал, здесь с мангалами будут проблемы. С мангалами проблем как раз нет. Спокойно, вот около нашего стола, вот такой вот мангал есть, вот такой, смотрите. Он четырехсторонний. Тут четыре разные семьи могут делать мангал. Поэтому с этим проблем нет. Видите, вот здесь вот другие расположились, здесь мы пришли. Сейчас я пришел, я с собой привез сеточку, с собой привез угли вот на этой штуке. Эта штука для розжига углей, чтобы их подготовить здесь, чтобы вся масса углей, весь объем углей, чтобы загорелся. И потом уже нам остается готовую иглю сюда разложить вниз и готовить. А для того, чтобы разжечь это все, я использовал вот такой вот баллончик. Очень удобно, он, как сказать, он не требует спичек, ничего. Просто вот открываем и вот так вот, сейчас покажу даже. Открыл, вот так, хоп, и вот так он горит. И вот так можно снизу или вот так вот разжигать. Вот такая вот система. Ладно, тогда мы будем заниматься своими делами. Вы продолжайте нас смотреть. Вот это устройство как раз для того, чтобы экономить время и сами угли. Оно вертикально расположено, да, поэтому тепло идет снизу вверх. И весь объем углей разгорается одновременно. А если их сразу разложить на горизонтальную плоскость, то их надо будет еще каким-то образом добиться, чтобы угли все разгорелись. Сейчас мы чуть-чуть подождем, как только разожжусь. Этот уголь мы уже сюда положим, да? Да. И смотрите, здесь тоже удобный момент. Прямо здесь, в этой зоне, есть кнопка вызова такси. Вот. Если вы не знаете телефона, например, да, или у вас нет телефона с собой, просто нажимаем и держим вот эту кнопку 3 секунды, и в течение нескольких минут, там 10 минут обычно, там в течение этого времени приезжает такси. А если же у вас есть телефон, то лучше не надеяться на эту кнопку. Зачастую они не работают, хотя и кнопочка светится. И лучше сразу позвонить вот по этим телефонам, которые здесь указаны. Это вот, и приедет именно такси, которые максимально близко к этому району. Так что уехать тоже можно. А уехать еще можно на автобусах. Потом мы покажем, если не забудем, конечно. Здесь же на территории есть вот такие вот, ну как мойка, наверное, да, где можно помыть посуду, руки помыть. То есть тоже очень удобно. Вон стоят, порчанки моют, посуду, чтобы грязь отсюда домой не нести. Их там очень моек скурят. С одной стороны 4 штуки, с другой стороны 4 штуки. Очень удобно. Народу все отдыхают. Такой запах здесь стоит вообще все жарят шашлыки. Вон, Рина тоже жарит уже. Ну что, получил? Да. Горит! Суши! Повар. Вот, наша корочка, наконец, готова. Немножко разложились. Уже пока мы готовили, температура воздуха немножко похолодала. Еще приятнее стало. И на наш столик пришел тенек. А народу я смотрю все больше и больше. В общем, что я понял из того, что мы сегодня посетили этот пляж, сюда лучше переходить в рабочие дни. А не выходные. Выходные вот здесь, как много народу. А в рабочие дни здесь спокойно можно найти свободные столы и более спокойно отдохнуть. Ну и сегодня тоже ничем не хуже. Пока не будем овощи ждать, наверное, уже начнем кушать. Дело идет к вечеру, а народ не уходит. Народу даже все больше и больше становится. Каждый развлекается по-своему. И здесь вот кто умеет, даже наши соседи играют на турецком национальном инструменте. А, соседи есть, мирабер. Они даже семьей, оказывается. Вот, супруга играет. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, вот мы с вами прогулялись по пляжу Сары-Сул. И сейчас, уже выезжая от него, хочу вам показать, как можно до сюда доехать. Вот, смотрите, мы сейчас прямо около пляжа находимся. Здесь есть конечная остановка автобусов. Сюда приезжают множество, несколько автобусов городских. По памяти все не помню. Я помню, что со стороны Варсака, из Кипеза, приезжает сюда автобус номер 018. Это его конечная остановка. Это скорый автобус, который быстро сюда едет. На нем можно доехать из центра города и практически из Кипеза, из дальнего Варсака. Еще другие не помню. Если хотите посмотреть, на каком автобусе можно доехать, то можете посмотреть, приложение поставить себе, Анталия Карт, называется Анталия Карт. По ней можно посмотреть, как доехать до сюда. Наряду с тем, что вы доехали до пляжа Сары-Сул, вы, считай, доехали еще и до канатной дороги. Такое известное туристическое место в Анталии. Вот здесь, если видите, тут как раз кабинки по канату катаются, и можно подняться наверх. Цена невысокая. Она, правда, отличается. Она ниже для тех, у кого есть вид на жительство и граждан Турции, а для туристов повыше. Но все равно цена вполне доступная. Точно не могу сказать, сколько сейчас она стоит. В прошлом году она стоила 15 лет всего. Друзья, мы с вами посмотрели пляж Сары-Сул. Если видео вам понравилось, поставьте свои лайки, подпишитесь на наш канал. На этом все. Пока-пока.